Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя, Господа! И вся внутренняя мое имя Святое Бог! Здравствуйте! Очередная волна, даже не важно какая именно, потому что к тому моменту, когда вы смотрите эту передачу, волна может быть какая угодно новая. Это очередная информационная волна с обсуждением очередных нападок на Церковь. Сейчас это уже стало неким таким общим местом, нападки на Церковь. На кого именно нападают? Кого мы подразумеваем под словом Церковь? Есть взгляд со стороны, в соответствии с которым под понятием Церкви подразумеваются штатные сотрудники церковных учреждений, приходов, епархиальных подразделений. Взгляд же самой Церкви, христианский взгляд на то, что такое Церковь, сводится к словам апостола Павла, который, обращаясь к христианам, говорит «Вы – тело Христово». Церковь – это христово тело. Его составляют собой те, кто участвует в Таинстве Евхаристии, кто причащается к телу и крови Господня. Отсутствие знания об этом ключевом моменте экклезиологии, то есть учения о Церкви, является, пожалуй, основной проблемой современного общества, основной проблемой в взаимоотношениях общества и Церкви. Это и проблема для самой Церкви, для тех, кто не может определиться, входит он в неё или нет. Если бы была твёрдость в самоопределении, я – это Церковь или не Церковь, я имею в виду не себя конкретно, священника, любого человека, который меня сейчас слышит. Заданный себе вопрос – я – Церковь или нет? Являюсь ли я частью Церкви, являюсь ли я частью тела Христова? Если научиться хотя бы себе честно отвечать на этот вопрос, может быть, меньше проблем будет и у самого человека, проявившего честность по отношению к себе, и, может быть, и на более глобальном уровне меньше будет проблем у общества и у Церкви. Я – христианин я или нет? Если я сейчас христианин, а через пять минут я не христианин, стоило ли на эти пять минут называть себя христианином? Я вспоминаю в таких случаях эпизод из замечательного фильма, недавнего, отечественного, который называется «Приходи на меня посмотреть» – фильм Олега Янковского. Героиня, главная героиня фильма, говорит мужчине, которого, собственно, сам Янковский играет, «Нельзя же быть джентльменом только пять минут, тогда не надо было и начинать». Очень хорошая фраза, она, наверное, еще более глубоко звучит применительно к нашему духовному выбору. «Нельзя быть христианином пять минут, тогда не надо и начинать». Часто встречаются обиды захожан на некачественное обслуживание в том бюро услуг, по их представлению, какое они ожидали увидеть у церкви. Вот мы пришли, а нам там что-то не так сказали, не так сделали, не так отпели, не так кадилом помахали. Хорошо бы определиться сразу, христиане или нет. Часть церкви я или нет. Если я не являюсь частью церкви, если я не являюсь христианином, а зачем мне тогда заказывать себе какое-то обслуживание? Отношение к церкви, как к бюро услуг, куда можно обратиться, отношение, скажем так, обреченное на проблемы. Если мы приходим в церковь с решением стать частью церкви, если мы готовы к испытаниям, которые нам враг рода человеческого будет подкладывать на этом пути, то у нас не будет ни обид, ни непонимания. Если же мы относимся к церкви как к чему-то стороннему, к чему-то такому частью, чего мы сами не являемся, то зачем нам треба, зачем нам таинство? Зачем крестить ребенка, которого никто не будет воспитывать в вере, которого никто не будет учить молитвам, никто не будет причащать, вводить в храм к причастию? Зачем заказывать отпевание покойника, который при жизни не был верующим, не был верующим в христианском смысле? Может быть, верующим во что-то абстрактное, в некое Бога в душе, но если человек не является частью тела Христова, то возложение венца на его лоб является кощунством, ведь тот венчик, который мы кладем на лоб покойника, это не просто украшение, и не просто бумажная прокладка, чтобы легче было целовать его в лоб при прощании. Это символ небесного венца, который получают христианин с честью пройденный духовный путь. Если мы этим небесным венцом на земле формально награждаем, пусть символически, но все-таки награждаем человека, у которого просто не было веры, или была теоретическая вера, но не было плодов покаяния, то, в общем-то, мы кощунствуем. Но как только мы принимаем решение, как только мы делаем выбор в пользу вечной жизни со Христом, с этого момента осознание себя частью Церкви вынуждает нас к ответственности за то, как проявляется наша вера по отношению к окружающим нас людям. И бесполезно себя оправдывать грехами других христиан. На страшном суде, представ перед Богом, мы не скажем, Господи, ну, у нас попы были неправильные, примеры христианской жизни не показывали. Прихожане, другие которых мы знаем, они вот грешили, куда же нам было деваться? Ну, не скажем мы так. Поскольку Евангелие, которое нам дано, мы имеем возможность читать, мы имеем возможность прилагать все усилия к тому, чтобы жить по Евангелию. Грехи других людей ничего не меняют для нас в содержании Евангелия. Открываем Евангелие и читаем слова Христа, потому что мы знаем, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. о недостойных священнослужителях. Читаем слова Христа о фарисеях, что говорят они вам, исполняйте и делайте, по делам жительны поступайте. Много раз видим слова о необходимости не осуждать. В главной молитве, которую Господь сам дает своим ученикам, читаем слова «Господи, прости меня или нас за мои или наши грехи так, как мы прощаем других». Есть какой-нибудь сосед или сослуживец, который мы просто видеть не можем, который нас настолько раздражает или там такие гадости нам делает, что как в еще одном отечественном фильме говорится, такую неприязнь к нему испытываю, что кушать не могу. И читая молитву Отче нашему, мы понимаем, что мы при этом просим Господи, за мои грехи прости меня так, как я прощаю его. Если при этом на самом деле не прощаем, то мы же должны ужас испытать от того, что все наши грехи перед Богом оказываются непрощенными. Как бы мы не исповедовались, как бы мы не молились, непрощение нами других ставит преграду между нами и Богом. и все остальные заповеди, наставления духовные, которые мы видим в Священном Писании, мы имеем возможность их воспринять в свое сердце вне зависимости от наличия или отсутствия примера исполнения этих заповедей у нас на глазах. Евангелие же примеры есть. Тем более, что на самом деле многих и примеры есть. Даже если не среди живых людей, окружающих нас в нашей повседневной жизни, то примеры святости русской церкви не только в древние ее века, но и в наши годы. Есть подвижники, причисленные к лику святых, жившие совсем недавно. Есть угодники Божьи, еще не прославленные, но почитаемые как святыми всем церковным народом, такие как отец Иоанн Крестьянкин, который ушел с земной жизнью буквально несколько лет назад. Есть огромное количество писем, проповедей, духовных наставлений, и он далеко не один. В каждой области, в каждой епархии можно найти подвижников Духа, может быть, ушедших, оставивших свое духовное наследие среди своих учеников, а может быть, даже еще живых. Можно найти примеры и руководствовать этим примерами, и стараться жить по Евангелию. Можно стараться жить по Евангелию без этих примеров, а можно вместо этого встать на путь осуждения других, говорить о том, какие плохие те, кто называет себя христианами, и неисполнение заповедей Божьих свою далекую от христианского миропонимания жизнь оправдывать тем, что церковь нам чем-то не угодила. Но еще раз скажу, повторюсь, если мы все-таки делаем выбор в пользу православия, если мы все-таки осознаем себя частью церкви, каждое наше слово, каждое движение в глазах окружающих людей, это или проповедь Евангелия, или опровержение. Архиепископ Иоанн Шаховской говорит, неверующие не могут опровергнуть веры, верующие могут, не оживя по своей вере. И имеет смысл помнить о том, что если мы не считаем себя частью церкви, то не следует обращаться к церкви за какими-то ритуальными услугами. Можно обходиться и без формальных кочунств крещения, отпеваний и прочих треб. Если мы считаем себя православными, то стараемся жить так, чтобы по нам нетрудно было распознать православных. Познай Душа моя Господа и вся внутреннее мое имя Святое Бог.